Нетфликсовское аниме полнометражное. Называется «Дитя месяца богов». Я ещё даже не слышал про это. Для меня это прямо табло, раз я её... Да, это новая вещь. «Child of the Kamiari Month». «Kamiari Zuki no Kodomo». Фильм о... Всё время, мне приходится перещелкивать мышку. Фильм о девочке-шестикласснице по имени Канна Хаяма. Она занимается тем, что она бегает в школе. Ну, там все в разных кружках бывают. Вот она в... Я даже не думаю, что это кружок. Это просто на физкультуре. Она как бы одна из главных бегуней школы. И начинается с того, что она... То есть, она спортивная, что ли, получается? Нет, я сейчас расскажу. Начинается с того, что она не может побежать. То есть, она должна представлять там класс на каких-то соревнованиях. И она говорит учителю, что у меня нога заболела, ничего не получается. И она вспоминает, как она бегает с матерью своей по лесу. И у неё такое страшное довольно воспоминание, что от неё мама убегает как бы и исчезает. Ну, и эта девочка общается с кроликами. Вроде как всё более-менее такая повседневность. И начинается какой-то такой немножко магический реализм. Потому, что мы видим, что за ней следует какая-то загадочная тень. И, видимо, кто-то за ней такой потусторонний наблюдает. Совершенно замечательно рисован Токио. Там дети ходят из школы. Вот здесь кадр, где они боятся голубей. Там какие-то голуби разоряют урну. Но девочка, она очень грустная. То есть, она ходит одна домой. Мы понимаем, что живёт она, наверное, с отцом. Но она такая очень подавленная. И явно что-то над ней висит какая-то тяжёлая история. И мы узнаём, что её мать умерла. Вот оставила ей какой-то амулет. И, собственно, вот отец её... Слушай, а по виду совсем детская вещь такая. Она по виду детская. Ну, то, что называется семейное кино. Отец ей дарит кроссовки. Кроссовки, оказывается, не того размера. Беговые. И на следующий день у них в Токио висят серые тучи. Как собирается дождь. И у них этот марафон планируется. Она очень волнуется. Ну, и они бегут в свой марафон. И она не может добежать до финиша. То есть, у неё прямо перед самым финишем схватывает. И у неё паническая атака, можно сказать. Затых такой случается. Да-да-да, она останавливается. И к ней отец подбегает. Пытается её утешать. Говорит, что... Ну, вот мама же всегда говорила, что пересечь финишную черту важнее, чем пересечь эту черту первой. Но Канна кричит ему, что ты ничего не понимаешь. Убегает к какому-то храму. И берётся за амлет. И оказывается, что тут вдруг замораживается время вокруг. Там капли дождя застывают в воздухе. Появляется вот такой вот загадочный бык. Раскрашенный. Девочку от этого быка спасает какой-то юноша с зелёными волосами. В общем, оказывается, что она провалилась в отдельный совершенно мир. Мир синтезских богов. Интересно. Вот этот кролик, с которым она сидела вначале, он её такой проводник между богами и, по сути, избранной девочкой. То есть, такой магический реализм, как в Тотара, что ли, получается? По сути, да. И получается, что её мать была... Это называется Идатен Син. Что-то вроде... Она была богиней бега. Таким воплощением. И у неё есть задание. Ей надо обижать... Почему название фильма «Детя, месяцы, богов»? Вот эта вот Камиари, которая в названии, это октябрь, на самом деле. То есть, у неё имя Канна. Там на некоторых диалектах это, в общем, октябрь есть. А Камиари – это на диалекте Идзума. А, местного района. Остров. Да-да-да. Там называется Камиари. Остров Идзума – это же, по-моему, одно из первых главных синтезских мест в Японии. Да, там Идзума-Тайся – святилище вот это большое. И оказывается, что боги собираются в этом святилище как-то регулярно на то, что называется, саммит богов. А можно на секундочку напомнить? Конечно. О, смотри, тут Камиари, да, то есть, месяц богов переводится. А в остальных регионах Японии он называется Каннадзуки, месяц без богов. Потому что все боги в это время там отсутствуют, они на слёте. Очень интересный момент, да, очень необычный. Если кто-нибудь вспомнит, можете вспомнить, и был сериал Канадзуки но Мико, «Владение месяца без богов». Иногда это записывается как Канадуки в это самое. По японскому одному из принципов, там, Дэ и Дэзэ, может быть, отличаться, да. В общем, в чем заключается задача, заключав задача её матери, и вот теперь Канны? В том, чтобы собрать по пути из Токио в Идзума, что называется, Чисо, это продукт из разных регионов, которые потом будут использованы на пире богов. И этот амулет, он позволяет ей остановить время и даёт ей спецсилу бежать так быстро, что как бы она протыкает время и пространство. Это демон по имени Яша, у него рожки там есть. Он из древнего рода демонов, которые... А Яша, по-моему, это демон и переводится, если не ошибаюсь, одно из названий. Ну, Ину Яша, да. Да, да, например. Демон. Да, да, да. Он из древнего рода, который противостоит вот этим вот богиням бега. И как раз он пытается перехватить вот этот сосуд, в который она собирает дары. продукты. И они, естественно, отправляются в этот поход, потому что, ну, а что девочке делать? Ей надо бегать, она любит бегать, ей интересно. Может быть, она надеется, что... В общем, это путешествие даст ей ответы на некоторые вопросы, которые у неё есть. Переключаясь в другой регистр, вопросы экзистенциального порядка, извините. Да, и забавно, что, конечно, в этом мире синтаистском время идёт, конечно, быстрее, и, например, в нашем мире проходит полчаса, а в их мире за это время проходит пять дней. И Канна говорит, а как мы в Удзуму-то доберёмся, что там автобус, синкансен, а кролика ей говорит, что он щиро зовут кролика, белый, что добежать надо, вот у тебя ноги есть вот эти вот, а синкансен – это медленно и бессмысленно. Ну, и после этого они начинают, собственно, путешествовать по Японии, где время остановилось. Вот ей этот бык выдаёт моти беленькая, и другие в разных других святилищах самые разные божества делятся с ней дарами. То есть, она таким курьером, что ли, стала? Она, да, она, получается. Её послали за едой. Сборщик большой посылки с едой. Для духовки. И потом у неё там возникают тёрки, естественно, с этим Яшей постоянно, что то он пытается у неё забрать этот сосуд, то они наперегонки там бегают. Это всё сопровождается красивейшими видами Японии. Самые разные там боги им встречаются. Берёзки даже есть. Вот. И я, наверное, не буду прям подробно пересказывать дальше сюжет, но как обычно, чтобы не спойлерить. Но суть в том, что мать её умерла, и Канна винит себя в её смерти, потому что она считает, что мать очень переживала из-за того, что, в общем, из-за того, сможет ли Канна бегать, как она сможет бегать. Тут как раз вот этот момент, когда, то есть, мать, она потеряла сознание, и дальше следующая картинка, где они с отцом её уже хоронят. Очень грустно, кстати, для детского кино. Да, надеется, что... У нас стараются в детское кино это не засовывать. Да, она надеется, что в конце этого пути она сможет встретить мать и объясниться с ней как-то, потому что вроде как в этом обиталище богов она может там присутствовать. Ну и там события очень насыщенно развиваются. Тут сложно всё это предсказывать. В конце, естественно, есть огромная пробежка, сопровождающаяся всевозможными открытиями, откровениями. Но суть в чём, фильм, он, в общем, и детский, и не детский. И тоже это, как вот в прошлом выпуске мы обсуждали полнометражный «Макрон-1», «Госеогон», «Странница во времени», и это тоже фильм о потере, потере близкого человека. Если там фильм был таким прощанием с персонажами сериала, то здесь это просто история о том, как ребёнок пытается справиться с потерей матери, с травмой и решить для себя как-то вот эту вот, нести ли эту ношу, потому что она себя всё-таки винит, Канна, и вот как она распоряжается в конце этим грузом вины. Вот очень такая, в общем, светлая история. Несмотря на то, что она связана там с горем, с потерей, всё равно там катарсис, который возник в конце, он настраивает на такой жизнеутверждающий лад. Может быть, как раз такие фильмы сейчас то, что нам нужно, да. Ты не посмотрел, кто авторы? По-моему, фильм, ну, оригинальное произведение, по-моему, там нету в первоисточнике виде манги или чего-то такого. То есть, оригинальный сюжет, да? Да, я только успел посмотреть сам фильм и, честно говоря, не успел про создателей выяснить. Вот, но, в общем, фильм есть в Нетфликсе. А значит, везде. А значит, везде. Ну, там, как уж вы, где вы смотрите ваше аниме, если в Нетфликсе... О, господи, я немножко заплетаю с языком. Если в Нетфликсе, то он там есть, там есть перевод на русский язык, как обычно, титрами без дубляжа. Английский дубляж, японская озвучка. В общем, такая, сколько он, по-моему, он идёт полтора часа, но не худшие полтора часа, которые можно сейчас... Как он по-русски называется? Дитя месяца богов. Да.